Давайте, может быть, с вопросов. Сразу? Ну, конечно, так проще будет. Давайте. Вопрос первый. Автор единственного победного гола в прошлом домашнем матче Денис Тихонов сегодня не вышел в стартовом составе, а появился во втором тайме. В связи с чем? Ну, после игры у него была температура 38, и он 4 дня был с температурой. Не знаю, подхватил инфекцию какую-то, возможно, большое количество людей на футболе. Может быть, где-то подходил после футбола, но на следующий день 4 дня температура была, и он буквально один день потренировался легко. Поэтому выпускать человека, который не тренировался один раз только, наверное, ни один тренер бы не стал. Ну, если помните, я говорил, что у нас с наполняемостью состава были проблемы. И вот сегодня как бы одна перестановка, и немножко игра поломалась. Да, мы забили гол первый, но то, как мы двигались, как мы перестраивались в середине, наверное, убрав Ломакина на фланг, наверное, мы поломали свою игру в первом тайме. Во втором тайме были замены, и стали и моменты появляться, но все равно уже счет 3-1. Очень тяжело было держать, наверное, полностью концентрацию в обороне, то, что у нас были к нашим оборотам подходы. Но, повторюсь, что после игры оголились некоторые проблемы у нас. Будем делать выводы, будем над этим работать, будем смотреть, кто и как дальше будет выглядеть и по составу, и по желанию играть в футбол. Так что ребятам можно за второй тайм сказать спасибо. Они старались, были неплохие моменты. У Сашки Ломакина был, когда головой мог попасть, у Мазурина головой мог попасть. Плюс два штрафных неудачно мы пробили, хотя могли с них выжимать что-то. Так что второй тайм, наверное, обнадеживает. Первый разочаровывает и, конечно, сказать, что Акрон был лучше. Да, Акрон был лучше в первом тайме. Здесь, я думаю, что невооруженным взглядом видно. Изобилие три гола. Но три гола с такими нашими ошибками очень вызывающими. Поэтому есть претензии, есть вопросы по обороне, по исполнению, наверное, своих обязанностей. Так что я еще раз сказал, мы будем делать, смотреть, будем выводы. А ребят, которые вышли на замену, и Феррейра, и тот же Садуев, окладников в концовке, выглядели довольно-таки неплохо. Так что посмотрим, как это будет дальше выглядеть. Но у нас места никому в составе не забронированы. Еще раз говорю, первый тайм безобразие, второй тайм более-менее. Более-менее могли и не проиграть. Если сказать, что выиграть, наверное, это было бы большое везение. Хотя бы возможность была не проиграть. Но моменты как раз были в концовке. Замена Кичи на начале второго тайма обусловлена получением Валерой желтой карточки или какими-то другими соображениями? Здесь он уезжает в сборную. Валера уезжает в сборную. Его две игры выездные не будет. Поэтому нам нужно лево защитить. Масловский, который на этой позиции выглядит довольно-таки неплохо. Так что мы специально дали Масловскому практически целый тайм сыграть, подготовиться к следующим играм. Спасибо. Коллеги, вопросы? Спасибо. Хочу бы угрыбить болельщиков, конечно, за поддержку. Да, команда проигрывала 3-1, но все равно болельщики поддерживали команду. И благодарность это от меня и от команды попросили сказать. Спасибо. Спасибо. После матчевой пресс-конференции главного тренера команды «Акрон» Завубека Тедеева. Завубек Эдуардович, во-первых, поздравляем с победой. И во-вторых, хотелось бы услышать Ваши комментарии по игре. Огромное спасибо. Вас с прошедшим праздником. Добра, счастья Вам. Что касается прошедшей игры, ну, как бы, знаете, залог успеха, сейчас такой нетрадиционный момент, залог успеха – это все-таки новый тренерский штаб «Мыль». это хорошее взаимодействие и правильное взаимодействие со спортивным директором перед этим матчем. Но что я подразумеваю, это пусть останется у нас, но это здорово. И много мы обсуждаем нюансов, связанных с тактикой, много мы обсуждаем нюансов, связанных с выбором тех или иных игроков в составе, поэтому это и есть относительный залог успеха данной победы. Что касается непосредственно игры, то мое мнение, то, что сегодня команда в первом тайме в особенности имела ощутимое преимущество, я думаю, что тремя голами могло, в принципе, не закончиться, а могло закончиться большим количеством голов, так как у нас моментов было очень много, я считаю, и могли мы спокойней себя чувствовать в тайме втором. Но команда Енисей во втором тайме играла хорошо, играла, наверное, лучше, чем в первом, и относительно этого, наверное, нам стало немножко сложнее. А пенальти был в первом тайме? Как вам показалось? Вы там поближе были? Так его уж не назначили, наверное, не было по этому. Слушно мне сказать. Я даже не знаю, о чем идет речь. Вы знаете, в моей ситуации я так ориентируюсь на то, чтобы оценивать больше действия своих игроков, но ни в коем случае не оценивать действия соперника и действия тем более судейской преграды. Смысла в этом нет. Вы пропустили сегодня первыми, достаточно быстрый гол, залили Несей, там еще 10 минут не прошло. Это связано как-то с слишком ранним началом матча для вашей команды, прежде всего? Да нет, абсолютно нет. Во-первых, мы как раз-таки получили мяч после того, как мы, в принципе, играли правильно, играли хорошо. Мы пропустили одну из атак в эти первые минуты, то есть одну из атак, по сути дела, за весь первый тайм. Где-то там немножко допустили по марке с точки зрения тактики, я считаю, что достаточно простой мяч пропустили. Бывает такое, но опять-таки есть Несей, есть команда, есть ее усилия, и они, наверное, в этот промежуток времени Господь их вознаградил, они забили мяч. Но так как мы играли хорошо, Господь нас вознаградил еще больше, и мы забили три мяча. Спасибо. Коллеги? Приема долго не уходила, не поверил, что вы меня? Извините, еще раз. Приема долго не уходила, не поверил, что вы меня? Ну, может быть, это хорошо, кстати, что человек настолько в себе уверен, но мы должны понимать его состояние, и самое главное, то, что он пропустил почти год, да, там, без малого. И для нас очень важно Полиенко выстроить ровно настолько, чтобы он приносил пользу в каждом матче команды. Поэтому мы в какой-то определенный момент должны ориентироваться на то, что говорит медицинский наш блок, о том, что говорят тренеры по физподготовке, и как бы мне не хотелось искать его все время и видеть на поле, да, то есть, и готовить, все равно надо определенный момент времени выдержать. И я думаю, что эти 60-е более минут, они, для него сегодня этого достаточно. Еще вопросы? Спасибо! Еще раз с победой! Все!